Хвала Аллаху Субханаху Ва Та'Аля, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет в заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику Мухаммаду Салли Аллаху Алейхи Ва Салям и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха Субханаху Ва Та'Аля должным образом и не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, он преуспеет. О те, которые уверовали. Всевышний Аллах Субханаху Ва Та'Аля не спасал для нас Кур'ан как руководство и отправил к нам лучшего примера. Отправил к нам посланника Аллаха Мухаммада Салли Аллаху Алейхи Ва Салям как лучшего примера. Он тот, кому должен мусульманин подражать и он тот, за кем должен мусульманин следовать. Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Ва Салям за период своего пророчества на собственном примере показал, что такое ислам. Он, когда пришел, будучи пророком, он сказал «Буни аль-Исламу аля хамс». Ислам строится на пяти основах, на пяти столпах. Эти пять столпов должен знать каждый мусульманин. Он должен знать эти пять столпов как свое имя и фамилию. Потому что это основа, на которой основывается, на которой опирается вера каждого из нас. То есть в общем ислам. Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Ва Салям говорит, это свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И Мухаммад Салли Аллаху Алейхи Ва Салям является пророком и посланником. Является его рабом и посланником. Это слова шахады, которые знает каждый мусульманин. И он их произносит каждый день. Он их читает, слышит во время азана, во время икамы, во время ташахуда, в каждом намазе. Человек говорит, «Ашхаду Аллах Иллаха Илла Аллаху». «Ва Ашхаду Анна Мухаммада на Абдуху Ва Расулю». Это двери, эти слова, слова свидетельства, являются двери для каждого, двери в ислам. Человек, который произнес эти слова, будучи убежденным в них и будучи совершая действия и поступки, которые соответствуют этим словам, он входит в ислам. Тот, который отвернулся от этих слов, или же тот, который не верит, тот, который не следует этим словам, дверь ислама закрывается перед его лицом. Посланник Аллаха, салаллаху алейху салям, сказал, это вы вставили меня пятикратные молитвы, выплата заката, постмесяц Рамаван и совершение хаджа, у кого есть на это возможность и способность. Я бы хотел сегодня обратить внимание на первый столб ислама и на вторую его часть. Потому что первая часть состоит из того, что человек утверждает, что Аллах является Создателем, Творцом, достойным поклонения. У Него нет сотоварищей, Ему нет равных, Ему нет подобных. Если человек молится, поклоняется, повинуется, то только Ему. Но у шагады есть второе важное предложение, оно звучит, И я свидетельствую, что Мухаммад является рабом и посланником Аллаха. Эти слова настолько важны, и они составляют важную часть столпов ислама, что Всевышний Аллах, Субханаху Ва Тааля, сделал свидетельство того, что Мухаммад, Салал Асалям, пророк и посланник Аллаха, основой ислама, основой столпов ислама. И поэтому мусульманин никогда не будет мусульманином, пока он не засвидетельствует, что Мухаммад является пророком и посланником Аллаха. Слова шагады, «Ва ашхаду анна Мухаммада на абдуху ва расулюх», или же слова «Ва ашхаду анна Мухаммада на расулюллах». Что они значат для каждого, или что они должны значить для каждого мусульманина? Это важно. Эти слова не являются просто словами, которые мы произнесли и забыли. Нет, они за собой несут важные аспекты, которые каждый из нас должен всякий раз понимать, когда он говорит, «Мухаммад, саллаллаху ассалям, мой посланник». Первое – это повиноваться посланнику Аллаха, саллаллаху ассалям, в его повелениях. Означает все, что он повелел, мусульманин берет это за основу и следует этому. Повеление пророка он ставит выше своих желаний. Второе – все, что он сообщил о прошлом или будущем, мусульманин этому верит, и ни грамм не сомневается. Третье – мусульманин отстраняется, отдаляется от всего того, что он запретил. Что посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, запретил. Для мусульманин это запрет, и он к нему не приближается. И четвертое, самое последнее – мусульманин не соблюдает ислам, либо же не поклоняется Аллаху. Никак, кроме как посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, это показал и научил. Либо же другими словами, он поклоняется Аллаху только так, как посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, показал и научил. И никак по-другому. Эти четыре важных аспекта включают в себя слова Ашхаду Анна Мухаммада Расулула. Если хоть один аспект или один пункт из свидетельства не будет действителен, или его не будет, то вера человека является либо неполноценной, либо же недействительной. Посланник Аллаха, Аллах субханаху ата'аллах говорит, тот, кто повинуется посланнику, он повинуется Аллаху. В другом аяте Аллах говорит, О люди, если вы любите Аллаха, то последуйте за мной, то есть за Мухаммадом, саллаллаху ассалям, и тогда вас полюбит Аллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассалям, в другом хадисе сказал, Все, что я запретил, оставьте. Все, что я предписал, либо же повелел, выполняйте из него, что можете. Это говорит о том, что сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ассалям, является важным составляющим нашего имана. И когда мы слышим, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ассалям, сказал, Например, входя в мечеть, не садись, не совершив два раката приветствия. Хоть его хуком является сунной, его положение двух ракатов является сунной, человек выполняет повеление посланника Аллаха, саллаллаху ассалям. Повеление посланника Аллаха, саллаллаху ассалям, делится на два вида. Первый является уадибом обязательным, второй является желательным. Но мусульманин из-за любви к пророку, из-за подражания пророку, он выполняет его повеление так, как он повелел. Например, посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, в хадисе говорит, Саллю камара айтумуни осалли. Молитесь так, как видите меня молящимся. Значит, если мы изучаем намаз, то мы должны стремиться изучить его так, как же молился его посланник Аллаха, саллаллаху ассалям. Как же он читал Кур'ан, как же он одевался, как же он кушал, как он настраивал взаимоотношения в своей семье, с детьми, на улице. Это сунна посланника Аллаха, саллаллаху ассалям. И мусульманин в этом, в этих поведениях, в этом отношении подражает всегда пророку Мухаммаду, саллаллаху ассалям. И поэтому свидетельство, что Мухаммад, саллаллаху ассалям, посланник Аллаха, включает в себя, запомните, четыре важных пункта. Повиновение ему в том, что он повелел. Подтверждение и вера всего того, о чем он сообщил. Что будет в раю, что будет в судный день, что будет после смерти или что было в предыдущих народах. Мусульманин в этом не сомневается и не должен сомневаться. Оставление всего, что он запретил. И соблюдение ислама ровно так, как он этому научил. И никак по-другому. Ведь он в другом хадисе сказал, который передает Аиша, рады Аллаху ассалям. Ман амила амален, лейса алейхи амруна фау вараддун. Посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, сказал. Тот, кто совершит поступок, деяние в религии, поклонение, на которое не было нашего указания. То есть в Сунне или в Кур'ане ни Аллах, ни посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, не указали нам, что это нужно делать. И человек от своего желания решил это сделать. То посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, сказал. То оно не будет принято Аллахом. И поэтому, когда мы, мусульмане, спешим соблюдать ислам, практиковать ислам, для нас должно быть важно не как мне нравится или мне понимается, а как его предписал посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, как он делал. Почему мы кушаем правой рукой и учим детей кушать правой рукой? Порицаем друг друга, когда кто-то ест, или напоминаем, кто-то ест, когда левой рукой. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, сказал мальчику. Я гулям. Саммиллаха. Вокуль бияминике. Вокуль мимма ялик. О, мальчик, перед едой скажи бисмиллах. А когда ты кушаешь, кушай правой рукой. И кушай то, что перед тобой. Это Сунна посланника Аллаха, саллаллаху ассалям. И мы ему в этом подражаем. Придет к нам человек и скажет, смотрите, какая хорошая идея. А давайте мы будем собираться каждый день или раз в неделю и взывать к Аллаху вместе. Либо же будем много читать Кур'ан, Зикра и тому подобное. И это мы превратим в обычай. Нашу традицию. А что здесь плохого? Это же поминание Аллаха. А что здесь плохого? Это же чтение Кур'ана. И таких идей может быть сотни, тысячи и миллионов. И они все рассыпаются, когда приходит Сунна посланник Аллаха, саллаллаху ассалям. Мы должны всегда задаваться вопросом. Он это предписал? Аллах предписал? Посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, это делал? Нет. Значит, это не стоит делать. Если мы посмотрим саму Сунну посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, то мы ее увидим наполненный поминанием Аллаха от колыбели до могилы, либо же от сна до пробуждения, либо же от пробуждения до сна. Все наполнено поминанием Аллаха. Человек заходит в дом, читает дуа. Ложится спать, читает дуа. Садится ужинать, обедать, завтракать, читает дуа. После еды читает дуа. Заходит в уборную, выходит. Смотрите, вся жизнь наполнена Сунной. Один вопрос. А мы знаем о ней? Мы, как мусульмане, знаем эту Сунну? Мы ее соблюдаем или нет? Человек отпустил бороду. У него спрашивают, а зачем ты ее отпустил? Ну, сегодня, сейчас же модно. Мусульманин ее не отпускает, потому что сегодня мода на бороду. Мусульманин отпускает бороду и подстригает усы, потому что это повелел посланник Аллаха, саллаллаху ассалям. Он говорит, отпускайте бороды и подстригайте усы. Когда мы говорим, я люблю пророка, или я свидетельствую, что он посланник Аллаха, это не просто слова. Эти слова должны отражаться на тебе. И обратите внимание, не только на твоей внешности. Ты отпустил бороду, ты причесал волосы, или отпустил волосы. Не внешний вид только является его сунной, а внутреннее состояние души человека является сунной. Благой нрав, это сунная посланника Аллаха, саллаллаху ассалям. Доброта, щедрость, отсутствие зависти, сплетен, наветов, это все сунная посланника Аллаха, саллаллаху ассалям. Благородство, щедрость, доброта, милосердие, это все сунная посланника Аллаха, саллаллаху ассалям. А также соблюдение намазов. Почему мы перед джума сперва читаем хутбу, потом намаз? Почему не наоборот? Имам бы сказал, мне удобнее читать хутбу после намаза. Но нет, здесь нет понятия, мне кажется, мне удобно, мне ощущается. Есть закон сунна посланника Аллаха и не на шаг в сторону. Посланник Аллаха в хадисе говорит, после себя я вам оставляю две вещи. Держитесь за них, подобно тому, как вы держитесь коренными зубами за что-то, самые крепкие зубы. И не отступайте ни на шаг от этого, ни на йоту. Это Кур'ан и моя сунна. Сунна посланника Аллаха, салаллаху алейхи салям, это не книга по хадисам, которая должна лежать у нас в книге. Это должен быть образ нашей жизни. Образ нашей жизни. Мы, когда заходим в мечеть, мы читаем два раката приветствия. Мы, когда приветствуем друг друга, мы улыбаемся и пожимаем руку друг к другу, только потому, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, побуждал к этому. И улыбаемся. Мусульманин, для него сунна – это не одеяние, за которое он прячется, оправдывая свои страсти. Это не сунна. Сунна, когда твои страсти остаются позади тебя, и ты выполняешь сунну. Вот что означает сунна. Сегодня мы живем в обществе, когда для нас сунна является всего лишь прикрытием. Мы защищаем свою черствость, отсутствие мудрости, резкость, грубость. Мы прячем ее за сунной. Когда у нас спрашивают, почему ты делаешь так? Это же сунна, говорим. Как будто бы мягкость, доброта, щедрость не являются и сунной. Я прошу Аллаха, субханаху ата'аля, чтобы он сделал нас читающими, изучающими и размышляющими над религией Аллаха, понимающими Кур'ан и сунну, так как понимал посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям. Просите у Аллаха прощения, ведь он прощающий, милосердин. Любить пророка Мухаммада, салаллаху алейхи салям, это поклонение. Следовать за ним, это поклонение. Оставить все, что он запретил, это поклонение. Оставить нововведение, это поклонение. Притворять его в сунну жизни, в жизнь это поклонение. Абдулла бен Умар, сын Умара бен Хаттаба, радия Аллаху алейхи салям, настолько любил посланника Аллаха, салаллаху алейхи салям. Он не оставлял его сунну нигде и никогда. Даже вплоть до того дошло, что когда пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, умер, он ходил по тем местам, где ходил посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, и говорил, возможно, моя нога ступит на то место, куда ступала стопа посланника Аллаха, салаллаху алейхи салям. Когда Абдулла бен Хаттаба увидел это и узнал об этом, он запретил ему делать это. Боясь того, что это перейдет грани, то есть любовь к нему перейдет грани, это приведет к тому, что человек будет совершать то, что не предписывал посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям. И вот сегодня в мусульманской умме есть мероприятие, который люди в поспешке пытаются праздновать. Это его день рождения, маулит. Маулит – посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям. Он на самом деле находится между рождением и между смертью. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям. И мы видим, это будет совсем скоро. Люди будут выделять этот день посланника Аллаха, салаллаху алейхи салям, как что-то нечто, как праздник. Но я хотел бы немного открыть и затронуть этот вопрос, так как он является важным. Во-первых, посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, когда точно родился, ученые разногласят, историки разногласят. Кто-то сказал, 8, 9, 13 или 12, рабель аволь. Все ученые в этом, никто из них не единогласен. Но то, что он умер 12-го, рабель аволь, все единогласны. Во времена посланника Аллаха, салаллаху алейхи салям, не было такого понятия праздновать дни рождения. Не было. Тем более, дни рождения пророка Мухаммада, салаллаху алейхи салям. Либо же день неспослания Кур'ана. День откровения, например, когда Джибраиль, алейхи салям, пришел. Не было этого ничего. Он был, как естественный, обычный день. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, в одном хадисе говорит, все, в чем для вас есть благо, я вам на это указал. Посмотрите, даже как исправлять нужду посланника Аллаха, салаллаху алейхи салям, показал. Более полезней для вашего здоровья будет исправлять нужду сидя. Подняв немного левую стопу, приподняв ее. Это сунна посланника Аллаха, салаллаху алейхи салям. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, побуждал, чтобы мы пили сидя. Сегодня медицина доказывает, что в этом во всем есть польза для организма. Он научил нас спать на правом боку, и это полезно для организма. Смотрите, посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, ничего не оставил. Чтобы нам принесло пользу в Ахира, и чтобы нам принесло пользу в Дуне, в этом мире, он на это указал. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, в хадисе говорит, все, в чем есть благо, я вам на это указал. И все, в чем есть вред, я также на это вам указал. Значит, посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, ничего не упустил. Если бы в праздновании дня рождения пророка Мухаммада, либо же какого-либо другого дня было бы благо в Ахира, он обязательно первый бы, кто это делал. Сподвижники первые бы, кто это делал. Так когда тогда появилось понимание, понятие празднования дня рождения пророка? Оно появилось во времена Фатамитского государства. Когда на самом деле праздновали его смерть, 12-го рабель Ауэль, а не день его рождения. И сегодня, когда люди 12-го праздновают якобы день рождения пророка, они по сути празднуют его смерть. Потому что в день точного рождения нет единогласного мнения, ученые разногласят. А вне его смерти все единогласны. Мусульмане из-за любви к нему и по причине своего невежества начинают праздновать, выделять один день в году, чтобы говорить о пророке Мухаммаде, читать много салаватов. А сегодня это превратилось в танцы, в дискотеки, в свадьбы и тому подобное. Самое страшное, что в судный день ангелы даже не подпустят этих людей к пророку Мухаммаду, салаллаху ассаляму. Когда к его хаубу, к его источнику будут идти люди, и ангелы будут отгонять их, пророк будет говорить, это моя умма. Ангелы ему скажут, ты не знаешь, что они делали после тебя. Сегодня люди говорят, а что здесь такого праздновать день рождения пророка? Да, вроде бы, а что здесь такого? Всего лишь мы читаем его сиру, дарим друг другу тюльпаны, много анашидов о пророке поем, салаватов и тому подобное. Этим самым днем что мы хотим добиться? Награды же, правильно? Саваба. Нет в нем саваба, потому что посланник Аллаху ассаляму его не делал. И как он в хадисе сказал, тот, кто совершит поступок, на который не было нашего указания, оно будет не принято Аллахом. И поэтому празднование этого дня является нововведением в исламе. Нет даже ни одного слабого хадиса, который бы указывал на то, что можно праздновать вообще никакого хадиса. Ни достоверного, ни слабого. Так если пророк Мухаммад, салава саляму, не делал, так почему мы должны это делать? Люди говорят, вы не любите пророка, вы не праздноваете его день рождения. Пророка надо любить каждый день. Выполнять его сунну каждый день. Вот в чем выражается сунна. Вот в чем выражается сунна в соблюдении его сунны, в оживлении ее, в подражании ему, а не в праздновании одного дня в году. Фатемиты взяли этот день, фатемитское государство, у христиан. Сказали, у них есть Рождество, у нас будет день рождения пророка. Посланник Аллаха, салава саляму, говорит, Тот, кто уподобился, уподобится какому-либо народу, тот один из них. И поэтому мы сегодня видим, люди оставили сунну посланник Аллаха, салава салам, забыли, ничего не знают из нее. Но как день рождения праздновать? Мы видим объявления, дискотеки и тому подобное. С нашидами. Все это впоследствии переливается в то, что люди начинают взывать к посланнику Аллаха, салава саламу, просить у него помощи, защиты и тому подобное. Слова свидетельства, что мы свидетельствуем, что Мухаммад, салава салам, является пророком и посланником Аллаха, означает, что мы не соблюдаем ислам. Никак по-другому, кроме того, как он на это указал. Потому что, если этого условия не будет, тогда будет много национальностей, много разного менталитета, и каждый будет говорить, я считаю, мне кажется, вот так будет лучше, вот так будет правильнее. И от ислама ничего не останется. Аллах, субханава тааля, принял дуа посланника Аллаха, салалаллаху айсалям, когда он сказал, о Аллах, я прошу тебя, не дай сделать мою могилу местом собраний, поклонения, и не дай сделать мою могилу идолом, которому бы люди поклонялись. И, как говорит один из исламских богословов, если бы не дуа посланника Аллаха, салаллаху айсалям, то, помимо этого, просто дня рождения праздновали бы еще другие праздники, и начали бы поклоняться ему самому. Это страшно. Не думайте, что в этом нет ничего такого, отпраздновали, попели нашидов, и все, нет. Это начало заблуждения, заблуждение, которое приведет в дальнейшем, может привести к многобожию к ширпу, когда люди взывают к посланнику Аллаха, салаллаху айсалям. Тот, кто хочет изучать его сиру, пусть изучает каждый день. Тот, кто говорит, что любит посланника Аллаха, салаллаху айсалям, и он, по его внешнему виду, видно, что он вообще далек от сунной посланника Аллаха, следует обратить внимание на то, что в первую очередь нужно подражать ему и любить его, следуя его сунне, внешним видом, душой и поступками. Вот она, сунна посланника Аллаха, салаллаху айсалям. Я прошу Аллаха, субхану айсалям, чтобы он отдалил нас от любого нововведения. Я прошу Аллаха, субхану айсалям, чтобы он исправил наши ошибки, дал нам правильного понимания Кур'ана и сунны. Субтитры создавал DimaTorzok